Привет, мои дорогие! Я рада снова вас приветствовать на своем канале. Я здесь для того, чтобы помочь вам разобраться с английской грамматикой, чтобы в конце этого курса вы смело сказали, что грамматика английского языка действительно легкая. Что ж, сегодня нас с вами ждет очень увлекательная, интересная и запутанная для многих из вас тема Participle 1, Participle 2. Очень страшно это все звучит, на самом деле на поверху оказывается более чем простой темой. И вы с удовольствием, я уверена, после этого, разобравшись с этой темой, сможете использовать в своем бытовом английском. Что ж, такое Participle 1 и Participle 2? Давайте вспомним сначала тему предыдущего урока, где я рассказывала вам о герундии. Я говорила вам, что от глагола можно сделать существительное путем добавления ингового окончания и грамотности применения в речи. Что ж, это было to read, а станет что делать, что делание, reading. To dance, танцевать, dancing, как танцевание, танцы. Оказывается, от глагола можно делать не только существительное, но и прилагательное. Это и есть Participle 1. И что самое для нас страшное, что тоже путем добавления ингового окончания. Как же не путать герунди и Participle 1, если одно и там, и там вы добавляете инговое окончание. По смыслу, мои дорогие, и по постановке в предложении. Итак, даже если вы сами не станете применять это первое время на практике, боясь ошибиться, то, встретив это в текстах, либо встретив это где-то в разговорной речи с кем-то, услышав это от собеседника, вы точно же в обморок не упадете, я уверена. Итак, как происходит? Сначала скажем технически, а потом посмотрим, как в практике. Итак, если у нас в смайл улыбаться, то какой будет смайлинг, э смайлинг герл. Это не может быть герундием, потому что здесь это слово стоит перед существителем, уже есть девочка. Соответственно, вы скажете, она какая? Она улыбающаяся девочка. То есть, когда у нас тоже есть в русском языке, просто в отличие от, опять же таки, от русского языка в английском языке, можно сделать партиспл 1 от абсолютно любого глагола. Существующая я. Просто не всегда это адекватно в ситуации, но по большому счету это можно сделать от каждого глагола, в отличие от русского. То есть, мы часто заменяем это, считая это неправильным. Итак, получаем смайл улыбаться, смайлинг не только улыбание, но и какая? Улыбающаяся, улыбающаяся. Если вы ставите это слово перед существителем, то по-другому вы и не переведете. Что вы скажете? Улыбание девочка? Нет, улыбающаяся девочка. Это уже словосочетание. To dance, dance, select. Соответственно, добавляя линговое окончание, вы можете получить в первой ситуации герунди. Это dancing. Dancing always makes me happy. Танцы всегда делают меня счастливой. И вторая ситуация, когда вы ставите его в серединочку предложения, то есть, перед уже существителем, получая какой? Танцующий мальчик. Или a dancing queen. Очень знаменитая песня у Аббы. Теперь вы знаете, о чем она. Это танцующая королева. A dancing queen. To sleep – это спать. Соответственно, прибавляем линговое окончание. Получаем, что делать? В первой ситуации спание. То есть, спать очень важно для, там, restart, reload my body. Да? То есть, sleeping always helps me to restart, to reload. Здесь же, если вы ставите sleeping перед существителем уже готовым, вы говорите, какая? Спящая дочка. То есть, это может быть как party's full one, так и герундий. И все зависит от постановки этого слова в предложении. Если, конечно, речь идет о том, что вы ловите это слово в каком-то из текстов. Далее, что такое participle to? Participle to – это тоже прилагательное, которое тоже делается от глагола. Но всегда используется уже готовая третья форма. Нам ничего с вами делать не надо, нам нужно просто взять третью форму. Либо, если третьей формы нет, это правильный глагол, мы добавляем «иди». Как отвечает, как работает participle to, зачем он вообще нужен? То же, какой, но что сделанный. Сделанный уже, законченная работа. Тоже от глагола все действует. Выспавшаяся девочка уже закончила, третья форма. Слушайте, ну это же перфект, явные воды, да, результат, что сделанная. То есть, глагол идет совершенного вида. Помытая посуда, вымытый пол, прочитанная книга. Мы тоже так говорим в русском. Пожалуйста, вот вам и в английском есть такая штука. Как это делается? Использование третьей формы в правильном месте в предложении. Если вы поставите такую штуку перед существителем, то по-другому вы не переведете. Вы не скажете «сделано», «сделал», «что», «кто». То есть, «a done work» – это сделанная работа, а «a finished project» – это завершенный проект. «A closed door» – закрытая дверь. То есть, вы используете «participal to» как третью форму глагола, либо прошедшее время. Да, просто «id» добавляете. И если вы видите это в ситуации, как я вам показала, перед существителем, то это прилагательное. Просто они произошли от глагола. Есть просто прилагательные «beautiful», «wonderful», «exciting». Так, кстати, не-не-не, «exciting» тоже что-то с этим связано. Не-не. Это, допустим, там, «while», «pretty», «beautiful», «good», «bad» – это прилагательные. А есть тоже прилагательные, но они произошли от глагола «что сделаны», «какой». Все отвечает на «какой». «Какая» – «что делающее», но там «что сделаны» уже. Применим это на практике. Применим сначала «participle one». «I was excited by that smiling girl». Я был в восторге от той улыбающейся девочки. «I was excited by that smiling girl». Все любовались красивой танцующей королевой. «Everybody admired beautiful dancing queen». Еще раз. «Everybody admired beautiful dancing queen». Я попросил его быть тихим, то есть тихонько вести себя, чтобы не разбудить ее спящую дочь. Она попросила, вернее, она попросила его быть тихим, быть спокойным, чтобы не разбудить ее спящую дочку. «She asked him to, I'm sorry, she asked him to be quiet, not to wake up her sleeping daughter». Теперь просмотрим одним предложением, рассмотрим «participle two». Итак, я стоял перед закрытой дверью с моей сделанной работой и законченным проектом в руках. «I was standing in front of the closed door with my done work and finished project in my hands». Все, мои дорогие, вам понадобится, конечно же, чтобы понять эту тему время, пересмотреть это видео, если что-то было непонятно. И я предлагаю вам здесь, в моей книге, набраться этих примеров, чтобы вам уже не казалась эта тема такой уж страшной. Наберите, пожалуйста, это в упражнении 8, страница 83, первую часть только лишь. Ведь мы уже заканчиваем книгу, кстати. Вот, и отработав это на упражнении 9, страница 84. Все, мои дорогие, слушайте аудио, пересматривайте видео, если что-то непонятно. Я вас поздравляю, нас ждет сейчас еще одна такая вот стромненькая тема, связанная с инговыми окончаниями, и потом будет полегче. Все, мои дорогие, прощаюсь с вами до следующего видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok